Новогодние скидки в Дарник Оптика на Ватутина 46 уже начались. На все очки скидки от 20 до 50%. Проверка зрения бесплатна. Дарник Оптика, Первоуральск, Ватутина 46. Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. С помощью арматуры делается анимация. Вот я ее сейчас выделю. Вот. То есть нужно было так же, чтобы ее на рендере не было видно. На создание трехсекундной анимированной сцены с персонажами популярной онлайн игры у школьника Сергея Демина ушло два дня. Каждый пиксель у двух персонажей, реального и выдуманного, прорисовывал вручную, взяв за основу схему кубической развертки из интернета. В свои 13 лет Сережа серьезно занимается веб-программированием. Это не просто хобби, а уже нечто большее, поясняет школьник. Был, говорит, и первый заработок за разработку дизайна спортивной формы для дворового клуба. Я взял обычный шаблон, то есть просто шаблон одежды. И начал его подделывать под футбольную форму, под, скажем так, символику клуба. Ну, то есть надо было сделать, чтобы была форма индивидуальная. Заказчик остался доволен, а Сережа получил свои первые честно заработанные деньги. Но пока активно продвигать себя мальчик не решается. Говорит, мол, надо еще учиться. А в планах создать собственный сайт для онлайн-магазина, чтобы был удобный, а главное, простой для пользователей. Мечты Сергея поддерживает и его мама. Татьяна признается, тяга к творчеству у сына была с детства. В 2-3 года он очень сильно увлекался лепкой из пластилина. Он мог часами сидеть и лепить. И самый лучший для него подарок был пластилин. Он лепил героев из мультфильмов, героев из компьютерных игр. Я думаю, что единственный мой вклад в его увлечение, это то, что я его просто в один момент за руку взяла и привела в компьютерную школу. А совсем недавно у Сергея появился еще один интерес – гитара. Осваивает ее самостоятельно и уже научился играть хиты группы кино. Если человек талантлив, то талантлив он во многом. Это подтверждает и Виктория Шестакова. В свои 12 лет она уже ведет творческие мастер-классы в арт-студии и даже сама зарабатывает. Сегодня собирает наборы для рукоделия. Этот набор для валяния. Я туда вначале всего кладу фетр. Это основная часть. И закрепляю я ее специальными уголками для валяния. И таких наборов надо собрать около сотни штук, поясняет Виктория. Зарабатывать самой, не просить денег у родителей – вот она свобода, признается девочка. А первый свой небольшой гонорар она получила еще в начальной школе. В момент, когда я уже осознала, что я хочу сама, это мне было 9 лет. Потому что я хорошо лепила, я это видела, мне это моя мама говорила, все окружающие мне это говорили. Я решила вести некоторые уроки. Это были по выходным уроки. На мастер-классы по лепке из пластилина и глины к девочке записывались сначала ее знакомые, а затем увлечение переросло в настоящее дело. Благо у родителей своя арт-мастерская. А теперь, несколько раз в месяц, Вика ведет уроки для детей по обращению с полимерной или обычной глиной. Заработанные деньги тратит сама. Каждый праздник для родителей Виктории не обходится без подарка от дочери. Я примерно знаю, сколько она зарабатывает. И когда я вижу какой-то действительно дорогой подарок, я понимаю, сколько она вложила туда своего времени, своего труда, чтобы приобрести для меня, либо для отца вот такие вот дорогие вещи. Мечты у Виктории грандиозные. Сначала окончить художественную школу, а потом стать профессиональным скульптором. Все благие начинания ребенка надо поддерживать, а не ограничивать, уверена мама девочки Мария Тошина. В этом с ней солидарны и эксперты в области бизнеса. Чем больше профессий, специализаций попробуют в раннем, в подростковом возрасте ребенок, тем быстрее он найдет себя и в будущем не возникнет проблемы, что я там занимаюсь не тем делом, о чем мечтал. В фонде поддержки предпринимательства напоминают, для юных бизнесменов существуют бесплатные консультации и тренинги. По закону официально иметь свой бизнес может человек, достигший 18-летнего возраста. В Свердловской области зарегистрировать свое дело можно и 16-летним подросткам с разрешения родителей. Главное, чтобы это дело было для ребенка увлекательным, и тогда есть шанс, что оно станет прибыльным.